Друзья, летом, что касается детей, многие отдают детей в лагеря, их в наше время, благо, множество. И сегодня у нас в гостях представители одного из них, детский лагерь, профессионал ТВ. Добро пожаловать в ажатая Анастасия Лезова и ее воспитанники. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Ну, прежде всего я хочу заметить, вы очень красивая. Во-вторых... Спасибо. В микрофончик, хорошо? Во-первых, почему, Анастасия, такое название, профессионал ТВ именно? Название такое, потому что основное внимание мы уделяем изучению телевидения, телевизионных профессий, передач. То есть мы в процессе лагеря ознакомимся с такими профессиями, как оператор, режиссер, гример, сценарист, журналист. И у каждого ребенка была возможность попробовать себя в той или иной роли профессии. Заметьте, с профессией ведущего не знакомы. Ага, значит, я... А вообще, чем занимались? То есть вы ходили на мастер-классы, сценическая речь у вас была? Ну, в основном занимались актерским мастерством, то есть тренинги на раскрепощение, на чувство партнера, борьба с сценическими зажимами и комплексами. То есть я постоянно ребят вводила в состояние дискомфортно-стрессовых каких-то условий. И по сценической речи, конечно, тренинги, то есть работа с дефектами и над дикцией, конечно. Вот сейчас хочется уже обращаясь, собственно, к самим детям спросить, что самое интересное на занятиях? Что больше всего нравится? Пожалуйста, девушка в белом платье. Самое интересное то, что мы всегда проводим тренинги. Мы играем, в первые дни мы знакомились, проводили фотосессию еще. Ух ты! А кем бы ты хотела тогда работать? Что тебе больше понравилось? Ведущий. Ведущий, да? Ну, хорошо. А у девочек хотелось бы узнать, чем вам понравилось, что запомнилось? Мне очень нравится знакомиться с новыми людьми, узнавать новые профессии, такие как корреспонденты, телеведущие. И к нам много людей приходит, гостей, которые рассказывают нам о своей работе. Мне очень интересно узнавать. Очень интересно. Вот чему вы уже научились за это время? Пожалуйста, передайте, пожалуйста, микрофончик решите у меня подруги. Может быть, уже ведущий? Вы уже готовы? Потому что Таня, она всегда готова уступить место достойной конкурентки. Ну, мы научились, во-первых, не бояться, то есть, сцены, то есть, нормально говорить, хорошо. Не бояться камеры. Еще мне очень понравился тренинг, когда мы выходили на улицу и с людьми посторонними, получается, разговаривали. То есть, вы знакомились, находили с ними общий язык? Да, подарили им цветочки, то есть, общались, проводили опрос. То есть, у вас вот прям вот такое учение, учение, учение. А развлечения были? Нет, не было. Нет, не было. Все так строго. Никаких развлечений. В основном все тренинги были, они на что-то были направлены, либо на то, либо на то. Но чем отличается от каких-то других лагерей, школьных или загородных, то есть, игр каких-то развлекательного характера, ну, практически не было. Разве что какие-то исключения. Вы знаете, я, на самом деле, тоже будущий педагог, ты мне обратила внимание? Что-то? Сжимает кулачки, трясет ногой и шевелит волосы, это очень мило. Но, знаете, я могу отметить, что вы очень смело говорите, это очень хорошо, потому что говорить в нашей жизни вам придется много, и нам приходится много. Вот мне интересно, какие педагогические цели ставят перед собой вожатые вашего лагеря? То есть, я, да? Ну, конечно. Самая педагогическая цель, наверное, это научить ребят не бояться людей, окружающих общество, сцены, камеры, и быть открытыми к этому миру. А вот, знаете, хотелось бы еще уточнить мне, вот, вы сказали, что ваш лагерь отличается от других, и, допустим, то, что у вас именно учение, обучение идет. А вот, например, что касается режима, с какого он начинался, со скольки времени, до скольки, ребята могли отдохнуть, это не сильно нагружало их? Нагружало вас? Нет. Нет, нет. Нас не нагружало, это было все очень интересно в таком каком-то режиме легком, какие-то были пятиминутные перерывы. Ну, вот, именно интересен график, то есть, со скольки, до скольки, ребят, занимаются? С 10 до 4 длится лагерь, у нас есть обед с 12 до часу, а остальное мы все занимаемся. А сон час? Нету сон часа, нет же здесь раскладушек, это же не загородный лагерь. А возраст у детей какой? Возраст нашего отряда, да, был с 8 до 15, вот самое старое, что у нас девушка 15 лет. Так, вам 15 лет? Нет, вам 15 лет, так. 15 лет, очень молодо выглядите. Ну, это прям жесткая конкуренция, Андрей, я чувствую. Конкуренция в что? А, в ведущий, понимаешь? Да, естественно. Ну, все тогда. А, знаете, что хотела еще узнать? А мальчики, я вот вижу одного мальчика, все эти девочки, вот мальчики посещают ваш лагерь? Ой, к сожалению, было у нас два мальчика только. К сожалению. Да. С ними весело. Да, с ними очень весело, и мальчики всегда нужны, и как мы знаем, что мальчики пользуются спросом в театральные институты. Да, конечно. И у нас тоже проблема с мальчиками, вот у нас сейчас один Рустам. Но зато, мне кажется, он чувствует себя прекрасно. Я смотрю, как он среди малины, среди девушек. Хитрый лисий взгляд. О планах на будущее. Моих? Лагеря. Лагеря. Набирать как можно больше детей, то сейчас у нас отряд был 14 человек, половина поразъехались от пуска, там, и так далее. Набирать как можно больше детей, как можно больше хороших педагогов, заниматься, творить. И чтобы лагерь развивался. А когда следующий набор будет? С 8 по 28 июля будет вторая смена. То есть набор буквально начинается уже с сегодняшнего дня. Вообще он уже идет. Так что все желающие могут позвонить и прийти к вам, и записаться уже, и уже, так, быть в скором будущем. Татьяна занервничала, посмотрите конкуренции. Я считаю вообще переживаю и переживаю. Спасибо, Настя, за беседу, спасибо нашим маленьким гостям. Вы очень прекрасно, вы красиво, великолепно занимаетесь, потому что это вам поможет в жизни. Я вам на собственном итоге это говорю. Спасибо большое. Спасибо вам. Хорошего дня.